Предстоящей зимой Владимир будут убирать порядка 130 единиц техники. Пока еще не выпал снег, Центр управления городскими дорогами готовит машины. На Соборной площади их продемонстрировали журналистам. Территория уборки внушительная, свыше 3,5 миллионов квадратных метров. Это дорожная сеть, тротуары, площади, скверы. Сверх того, еще более мелкие объекты, за частоту которых тоже отвечает город. В эти цифры не входят площадь остановочных площадок. У вас их, по-моему, около 300 остановок общественного транспорта. Не входят, конечно, площадь городских лестниц и искусственных сооружений, а их более 40. То есть работы непочатые края, но принципиально важны. И это отмечают и жители города Владимира, и наши гости, что Владимир убирают очень качественно в сравнении с другими городами. Чистят даже в труднодоступных местах. Среди больших грузовиков выделяется мини-погрузчик. Он сделан в Коврове и вот уже пять лет состоит на службе у владимирских дорожников. Маленькая машинка работает на дизельном топливе и может убирать улицы от снега до 12 часов в сутки. К нему поцепляется еще и щетка. Мы метем, вот ее снег грузим. Пять лет вот уже, как мы здесь пользуемся, в городе Владимире. Она удобная? Вам удобно ей пользуется? Да, очень удобно. По всем препарам, ну, по всем, где неудобно заехать на чем-то, он везде проходит этот рактор. И так же и снег, и метем, и все делаем. Кроме погрузчиков, грейтеров и других снегоуборочных машин в распоряжении города есть и такие, которые даже могут ликвидировать небольшие повреждения асфальта. В этом году дополнительно закуплено три новых автомобиля. Они выйдут на улицу уже в декабре. По традиции мы будем использовать комбинированные противоглоледные материалы. Обычно ее называют песко-смейстой. Закуплено порядка 30 тысяч тонн данного ряги. Когда Владимир начнет заметать снегом, Центр управления городскими дорогами по традиции перейдет на круглосуточный режим работы. Много ли ожидается осадков, прогнозировать пока рано. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния 33.